Нам, на наш взгляд, удалось гораздо более полно и достоверно показать связь между российскими гражданами, так называемыми олигархами, и тремя компаниями-пустышками, базирующимися на Кипре и острове Мэне, которые подали иск и по каким-то непонятным причинам фантастическим выиграли иск против российского государства. Договор к энергетической харте, который был использован в качестве инструмента иска против России, не создавался для российских инвесторов, он только имелся в виду для продвижения и поощрения иностранных инвестиций в российский энергетический сектор. Этот договор был создан для защиты добросовестных инвесторов. Исходя из того, что нам удалось открыть, а именно совершенно нелегальные противоправные акты, которые сопровождались приватизацией ранней государственной компании ЮГОС, потом акты массированного ухода от налогов, создание 600 офшарных компаний как внутри России, так и за рубежом. Внутри России у нас тоже были регионы с низким уровнем налогообложения, там тоже очень активно поработали господа из ЮГОСа. Это вычерчена вся схема, ее раньше не было, сейчас эта схема выглядит фантастически, она красочная, в красках сделана и находится в судах соответствующих юрисдикций, включая ГАГский окружной суд. И у нас впервые появились очень детальные письменные показания бывших сотрудников высокопоставленных ЮГОСа, которые по указанию олигархов исполняли все эти схемы.